Всем салют, комрады! Продолжаем с вами проходить мод Сталкер. Время Альянса 3. Связь времен. Находимся мы на локации Лиманск. После лесника нам пришло сообщение от Дэна, главаря военных. Дэнс, ну давай рассказывай, я внимательно тебя слушаю. Несколько дней назад мы разгромили здесь группу агентов. Шли они в наглую прямо к нашему телепорту. Такое ощущение, что знали куда шли. Агенты в Лиманске, вот это новость. Продолжай. Так вот, агентов мы положили, а дальше было еще интереснее. После боя мои бойцы обыскали трупы агентов вроде ничего необычного, но содержимое одного рюкзака меня заинтересовало. Ого, ты меня интригуешь, давай дальше. В рюкзаке лежало несколько комплектов обмундирования проверенных. Карта доступа к телепорту, инструкция с кодами, детектор телепортации Альянса и еще какие-то документы. Поняв, что дело нечисто, я сообщил об этом механику. Мне довольно быстро пришел ответ. Ваша информация очень интересна. В ближайшее время подойду лично за рюкзаком. Ну и, короче, этот дебил там, блядь, пиздит, пиздит, что-то, блядь, мешает. Ебануть его-то нельзя, нахер. Ну ладно, ребята, читайте сами. Ну и пришел механик, поблагодарил за службу, спас разберется, забрал рюкзак и ушел. Пока не вижу ничего странного. Странность начали дальше. Через пару дней я связался с механиком и полюбопытывал во ходе расследования. Его ответ меня удивил и насторожил. Такое впечатление, что я разговаривал с совершенно незнакомым человеком. Он ответил, что мои опасения не оправдались и ничего серьезного в этом нет. Да и мало ли, как попал рюкзак к агентам. Давай дальше, меня тоже все это удивляет. Потом я связался с Иваном и спросил, ходил ли механик в тот день в Лиманск. А он мне сказал, что механик ходил, но только не в Лиманске, а в темную лощину. Вот я и думаю, а все ли здесь в ажуре? Очень странное поведение механика. И потом, раз он в тот день ходил в лощину, так кто приходил ко мне? Так, в двух местах одновременно быть нельзя. У меня появляются внутренние подозрения. Два механика. Хочу тебя поздравить. Твоя информация попала к двойнику механика. Скорее всего, агенты контролировали его КПК и ты разговаривал с двойником. Черт им удалось подмена. В штабе сидит двойник, но где настоящий? И судя по содержимому рюкзака, планируется что-то еще. Мне надо срочно вернуться в штаб. Я пристрелю эту сволочь. Переговорить с Иваном. Направляемся, ребята, в штаб. Это в бар наш. Керки у нас сейчас будут с Иваном. Добрались по телепорту до штаба. Посмотрим, что нам скажет Иван. Здорово, Иван. Хотелось бы узнать, где механик. Здравия желаю. А в чем дело? Механик сказал, что у него важная встреча. И ушел по дороге в сторону военных складов. Вот что я хочу тебе сказать, Иван. Это не механик, а его двойник. Скорее всего, готовится нападение на базу. Подозреваю, что агенты хотят взять под контроль наш основной телепорт. Уничтожить охрану и запустить сюда, прямо в сердце базы, толпу биоников. Нужно немедленно догнать и уничтожить двойника. И того или тех, с кем у него встреча. Телепорт? Сомневаюсь. Но информация интересная. Одному тебе идти нельзя. Но людей на базе сейчас мало, так что бери охрану штаба и пули все на дорогу к военным складам. Я дам распоряжение. Интересно, что вызывает твои сомнения? Детектор телепортации альянса? Шмотки проверенных? Да и некогда мне ждать, пока твои бойцы подготовятся к погоне. Сам догоню механик. Полетели, побежали. Вот, добрались на... Почти что-то до складов. Так. Ага. Какие-то тут олоки уже меня поджидают. Так, надо загаситься. Сейчас мы их... Это кто-то такие. Опа-на. Блядь. Опять эти броневики или кто-то такие. Но это точно не наше. Ага. Давай, давай. Иди сюда. Словы-то у меня апгрейденные. Так, что-то у меня конкретно попали. Иди сюда. Опять попал меня. Еще кто-то есть. Блин, жалко, мне тут помощи никакой нету. Ага. О, что-то там. Олень лазит. Птичку надо сожрать. Где этот олок? Спрятался. Так, здесь у меня ничего не видно. Давайте за машину спрячемся. Посмотрим, что у нас за машиной. Видать его? Где он там? Оба-на. Все. Грохнул. Товарища. Удачно попал. Эти у нас, смотрите. Вообще боевики конкретно. Так. В общем, обышу я их потом. Давайте сейчас. Нет. Обышу я сразу. Сразу все надо. У них все нужно пособирать. Боевики тут капитальные. Смотрите. Со стволами все такие. Причпоканные. Ага. Ну ладно. Пойдем обыщем этого тырка. Что это за механик такой у нас? Есть у него КПК. Переговорит с Иваном. Ну что, друг наш фитный, вызывал ты нас? Скорее всего вызывал. Двойник и все. Кто с ним был уничтожен? Считаю, что опасность миновала. Вот КПК двойника. В нем говорится о каких-то посылках. Встреча в Лиманске. Может быть, но нельзя исключать другие цели. Совсем непонятен смысл сообщения с КПК двойника. О каких посылках идет речь? Кому и куда они доставлены? Почему нужен двойник унин, только ему быстро уходить с базы? Ты знаешь ответ на эти вопросы. Я, например, нет. Да и ты тоже. Здесь бандит. Стратегия похлеще, чем в шахматах. Играл когда-нибудь? Не продумал ход. Развинул рот. И сожрали у тебя фигуру. По всем чертям. А то и всю партию проиграл за раз. А у нас война, брат. А не шахматы. Пожертвовал пешку. Получил преимущество. У нас не пешки. У нас люди. Надо мне будет посоветоваться с начальником. Контрразведки. Но мне еще другое интересно. Если в штабе сидел двойник механика, то где оригинал? Очень будет жалко, если погиб. Толково может. Дайте мне людей. Мы быстренько смотаемся в Лиманск и узнаем, в чем дело. Я почти уверен, что механик там. Узнать, конечно, надо. Но людей не дам. Потому как угроза захвата базы. Хоть и миновала, но риск, что попытка может повториться, всегда есть. Так что извини. Придется тебе одному. Но дайте хотя бы несколько человек из отряда военных, стоящих в Лиманске. Ты вроде смышленый, малыш. Должен понимать. Раз у агентов есть наши детекторы телепортов, то угроза атаки на телепорт тоже сохраняется. Так что сам понимаешь. Повторяю, идет выброс. Советую всем срочно подыскать укрытие. Так что сам понимаешь. На всякий случай держи пару аптечек с моих личных запасов для механика. Мало ли что. Ладно, пойду один, где наша не пропадала. Так, агенты найдены. Вот они здесь у нас, Лиманский фонтан. Иди сюда. Я тут спрятался. Хорошо спрятался. На, у тебя. Иди лови. Тут ствол конкретно у меня. Есть контакт. А еще не всех. Свою заново. Знаешь, бишь? Есть. Переговорить с механиком. Ага. Они тут, оказывается, механикой зажали. Уроды. Так. Деньги, артефакты есть? Нет. Нет. Энги, артефакты есть? Нет. Перемакайте глубже. Или как там? Есть. Короче, у него что-то еще и оружие неплохое было. Хорошо, у меня ствол обрыден. Ребята, вырызите стволы обязательно. Вот так, где-то Чухан. На втором этаже. А, в подвале, наверное, сидит. Пойдем в подвал. Пальной и несчастный. Здорово, Пашка. Вот свидели снова. Правда, сам видишь, что мое дело, как говорится, труба. Привет, уважаемый. Ух, как тебя здорово помяло. Держи аптечки. Иван выдал из своих личных запасов. Спасибо ему, но это мне уже не поможет. Время мое вышло. Пока я в сознании, слушай меня внимательно и не перебивай. Мы давно подозревали, что есть некий центр, из которого идет управление силами осознания. Знать-то мы знали, но не имели никаких сведений. Может, я за медиком быстренько сгоняю, веду хоть я совсем плохой. Мужик, не отвлекайся. Слушай дальше. Я долго и по крупицам сопоставлялся, собирал факты. И сегодня получил недостающие сведения. Подслушал переговоры командира отряда агентов с центром. Центр находится в лаборатории Х-5. Ее частично восстановили и переоборудовали под центр управления. Возможно, лаборатория используется еще для чего-то. Лаба находится под землей. А мы искали некий центр на поверхности. Давай дальше. Вход в центр управления. Здесь Лиманский. Ищи. Нам нужны коды с компьютера, управляющего телепортами сознания. Вот флешка. Найди компьютер в Х-5. Скачай коды и передай их леснику. Он настроит наш основной телепорт на вход в лабораторию. Узнав о непроникновении, агенты блокируют свой. У тебя только один шанс. И запомни. Идти надо по-тихому. Только нож. Агенты говорили, что в лаборатории работают детекторы на огнестрельное оружие. Все обитатели с ножами. Один выстрел и провал. Вот, держи ключ. Выпал из кармана командира агента. К сожалению, я не успел узнать, от чего он. Но раз есть ключ, то должна быть дверь. Короче говоря, получено. Ключ отмычка номер один. Флешка. Механик должна... Механик. Должна быть... Что? Говори, родники, не молчи. А, черт, поздно. Светлая память музыку. Должна быть, что должна быть? Если есть ключ, то должна быть дверь. Конечно, дверь. Должен быть вход. Он не успел сказать. Надо искать. Так. Тут еще кто появился? Лена. А, Лена. Черт, но и ситуация. Как ты здесь на вовремя? Как же тебе рассказать про все? Не такой я представлял себе ее встречу с отцом. Как можно сообщить о смерти родного человека? И не сделать ему больно. Тем более, что мне не удалось его спасти. Так долго искать друг друга. Не такой финал. Уж лучше бы пропал без вести. Жаль, девчонка. Так. Привет, я не опоздал. Я слышал о стрельбе. Что-то произошло. Ты откуда здесь? Впрочем, это не важно. Извини, я не успел. Твой отец погиб. Он там внизу. Кое-кто на базе альянса нашептал мне на уши. Куда ты отправился и зачем? Отец, как же так? Я так долго искал его. Что мне теперь делать? Виновные в его гибели жестоко поплатятся мне за это. Я бы на твоем месте не стал связываться с этими людьми. Враг силен и опасен. Убить тебя и все дела. Да и вообще, война это не женское дело. Что? Война? Меня с детства учили обращения с оружием. Нет такого стола, который я не смогла бы разобрать. Собрать с закрытыми глазами. Я хорошо стреляю, могу постоять за себя в рукопашном бою. А в обращении с ножом могу уроки давать любому из вас. Я истоптала всю зону вдоль и поперек. Я видела, сколько крови и грязи. Что тебе не снилось. Так что не тебе рассказывать мне о войне. Да, но все же ты женщина. И не тебе тягаться с мужиками. Да, я женщина. Мое дело сидеть дома. Хранить семейный очаг. Рожать детей. А вы, мужики, должны добывать нам хлеб насущный. Они шлятся с автоматом наперевес и потрошить друг друга ради своих бредовых идеологий. Зачем вы все это делаете? Слава? Слава? Деньги? Нет. Других способов заработать и прославиться? Вечно вам адреналина не хватает. Все малые и большие войны и конфликты развязываете вы, мужики, не думая о последствиях. А нам, женщинам, потом приходится разгребать все это дерьмо, которое вы сотворили. Вытаскивать вас, раненых, с поля боя, выхаживать вас, стирать ваши вонючие шмотки и готовить вам еду. Сбавь обороты. Я понимаю, что сейчас горе слепит твои глаза, но все же женщина место в зоне. Так. Короче говоря. Портянка это портянка. Давайте, ребята, будем дверь искать. Дверь, скорее всего, наверное, вот эта вот дверь. Че он нам дал-то? Дал он нам. Ключик мычка 2 есть у нас. Ключик мычка 1. Во. Ага. Так. Выбросить. Выбросить. Короче, все выбросить. Сказал, что там с ножом только бегать надо. Так. Еще он нам дал флешку. На флешку записана подробнее карта безопасного перехода с Юпитера в Лиманск по западным маршруту. Это у нас была флешка. Флешка вот эта вот. Пустая флешка. А, на нее коды надо будет записать. Так. Ну что, дверь будем искать. Дверь, наверное, вот эта дверь. Сколько вам узнает? Что еще за дверь? Дверь мы открыли. Просто в Лиманске я не знаю еще двери. Какие есть. Тут, надеюсь, я никаких сюрпризов не будет. А то... Так. Ага. Так-то паровоз. Что-то тут опять новенькое. Это, наверное, телепорт. Сейчас нас в самую шопу засунет. Х5. Дорога есть. Только вот... Не была бы она вымощена в ад. Что тут надо? Для разблокировки замка используйте ключ 3. Воспользуется картой доступа. А где карта доступа? Ага. Нет у меня ни хрена карты доступа. Короче, нам нужно снова к Ивана. Полетели, побежали.